Добрый день. Прежде всего я благодарю Татьяну Владимировну и Марину Славовну за приглашение. И, как мы видим, не могут помешать замечательной традиции наших встреч. Марина в попасть к жанровым особенностям хорошо известного цикла Вячеслава Иванова «Петровская наки», посвященного Юргису Казимировичу и Марии Ивановне Болтушевц. Нам хорошо известно, что жанр литературного портрета был широко востребован в литературе Серебряного века. Достаточно упомянуть именно Андрея Белого, Юрия Погасевича, Юрия Терпиана. В столь же распространен был и жанр поэтического портрета, или поэтического послания, часто с элементами портрета. Нужно привести в качестве примера обмен такими посланиями между Вячеславом Ивановым и Блоком, или Ивановым и Хлебниковым. Но мне кажется, что «Петровская наки», несмотря на всю известность этого цикла, представляет собой очень любопытное как художественное, так и идеологическое структурное образование, поскольку оно объединяет, наряду с характеристиками поэтического семейного портрета, хорошо известного в литературной традиции, здесь можно вспомнить Анатольда Террисона или нашего Василия Андреевича Жуковского, моменты двух противоположных и ведущих в это время идеологических комплексов. С одной стороны, это идея панцлавизма, актуализированная германской опасностью, и с другой идея христианского универсализма, экуменизма, востребованная Ивановым как раз в это время, и далее очень доминантный в его творчестве. Интересно, что вообще, так сказать, вот это обращение Иванова к жанру портрета совпадает с общим интересом, который существует не только в России, но и на Западе. Если цикл «Петровская наки» был написан в 2015 году, то надо, наверное, напомнить, что знаменитая книга «Зимеля о Рембрандсе» вылезет ровно через год, в 1916 году, и этот интерес будет нарастать, и мы все знаем, сборность, знаменитый сборник «Гахн» 1927 года, как раз посвященный о портрете. Я попробую сама включить свою презентацию, если у меня получится, надеюсь, что получится, для того, чтобы мы могли видеть... Видите ли вы тексты? Да, да, все хорошо. Замечательно. Итак, перед нами два текста, и я хочу, чтобы вы имели возможность их еще раз прочитать, пока я буду говорить о каких-то необходимых моментах. Тема, которых объединяет, это тема семьи, опять-таки, очень релевантная в культуре этого времени. Достаточно напомнить о теме братской семьи народов, семейного раздора, восходящей к пушкинским клевотникам России, связанные с этим тупасом образе сюжеты братства, братьев, братской вражды, братоубийственной распри, которые достаточно хорошо нам известны по работам Дины Махмудовны, Магомедовы, Геннадия Абагина и других. Вячеслав Иванов уже в первой статье, написанной по поводу вот этой распри и связанной с началом Первой мировой войны, разворачивает метафору семьи в другом контексте, в плане христианского союза. В частности, он пишет, если само примирение славянских братьев должно иметь в этом вселенском будущем значение вселенское, оно должно совершиться не только в наружном домостроительстве семьи, но и в ее сокровенной святыне, на высотах религиозного сознания, как некогда различие именно религиозного сознания было душою семейного раскола. Надо сказать, что вот такое понимание идеи семьи, братства, создания совместного дома, а, конечно же, с масонскими отзвуками, очень сближало Иванова с Балтрушатисом. И понимание их характера, имя характера Первой мировой войны, ее исторических и религиозных последствий, в общем, тоже было сходным, и об этом писал Николай Всеволодович Катрилев в уже упомянутой здесь с Иосифом Гудрайтисом о публикации, переписке, вернее, писем Балтрушатиса к Иванову. Для них обоих Первая мировая война имела характер религиозного сражения за истинную веру, победу которой должна принадлежать России и славянскому миру, и об этом Иванов пишет и в других статьях, таких как «Польский мессионизм, как живая сила», «Духовный лик славянского», «Славянского лик и личины России», и в последней статье он вслед за Достоевским провозглашает наступление царьградского периода славянской христианской истории. Эта проблематика будет все более актуальной для Иванова и найдет свое выражение в других его работах, и прежде всего в повести о Цветомире Царевича. Надо сказать, что Иванов именно во второй половине 70-х годов, и особенно во время войны, станет ближайшим другом Балтрушайтиса, и вот это отношение к войне и отношение к этому топосу семьи будет очень сближать Балтрушайтиса и Иванова. Надо сказать, что действительно военные письма Балтрушайтиса к Иванову это речащий пример, как совершенно верно указывает Николай Пселыч, Катрелев, в эпистолярном наследии Балтрушайтиса писем настолько религически взволнованных и открытых к собеседнику, что я позволю себе процитировать отсюда маленький кусочек. Письмо от 16 июля 15-го года. Да, Вячеслав, судьбу времени решаются и подчиненно, и условно. Еще снится, что Дарданеллы падут в трехдневный срок между 6 и 11 августа. Велик Бог смиренных и правых, и уже пора считать светлые часы. И далее. Я переживаю пору общих раздумий, мысли в ритме и размере лесного шума, и точно все оси мира проходят через мое крупкое сердце. Может быть, мне не дано разрешить доступную нам частицу тайны, но мне дано ощутиться и знать, что она есть. Я хочу быть только струной отзывчивой и чуждой сна. А кто смычок, ты знаешь сам. Братски обнимаю. И этот текст, конечно же, параллелен тем стихам, которые Балтрушайтис пишет в это же время, также проникнутых масонской символикой. И дети, плотники Христовы, свершая кротко подвиг новый, тесать с молитвой горный лук, чтобы рос в лазучь за срубом сруб, издание света скоро, скоро дыханием русского простора воздвигнет свой надежный кров на счастье всех его сынов. Конечно же, вот такое идейное и художественное объединение двух поэтов, философские интересы, которые были очень близкими, и мы слышали об этом сегодня, применительно Балтрушайтису, и надо сказать, что те же самые имена Херпигора и Шопенгаура были очень важны и для Иванова. Но вот это тот необходимый фон, на котором нам нужно рассматривать, как мне кажется, вот эти два стихотворения. Первое стихотворение было написано 5 января 15-го года, в ночь на 5 января 15-го года, второе – в ночь на 6 января 15-го года. Первое стихотворение было напечатано тогда же, в 15-м году, в Альманахе, в Невском Альманахе, а второе стихотворение – через год в Альманахе Гюлистана. Впервые, как цикл, оно было опубликовано позднее, в 1962 году, уже после смерти Иванова, в сборнике «Свет вечерний», инициатива создания которого принадлежала, как мы знаем, Коновалову, Моисе Баура и Исае Берлино. Во всяком случае, сам Иванов над этим сборником работал. Что же означает вот эти два дня, в которые Иванов создает посвященный Болтрушайтисам цикл? Дело в том, что 5 января 2015 года было официальное сообщение штаба Кавказской армии об окончательной победе в Саракомышском сражении. Оно означало срыв планов Османской империи и то самое начало цареградского периода во всемирной истории, о котором позднее будет писать Иван. Надо сказать, что вот это сообщение о победе в Саракомыше, Токарская область, Закавказье, открывало путь в Дарданельской операции, к сожалению, неудачной, и, естественно, дорогу к Стамбуну. Поэтому создание двух текстов, посвященных Болтрушайтису на фоне этого события, конечно же, в высшей степени символично. Но так обстояла ситуация на юге, на Восточном фронте. На Западном фронте дела шли гораздо хуже, в частности, в Бельгии. И мы прекрасно знаем, какие тяжелые бои были в Бельгии. Мы знаем о сооружении так называемого железного занавеса, заборов колючей проволоки и сопротивлении Бельгии в вторжению Германии. Поэтому перед нами текст, который так или иначе связан с ситуацией на двух фронтах. То, что может показаться здесь с первого взгляда, может быть, не очень понятным, это упомянутый ванейковский чипец. Я сразу же его покажу. Это портрет жены художника Яна Ванейка, который находится в Брюге и упоминается как раз тень Брюги Тихого. Этот чипец был очень популярен как раз в этот период времени в Европе. И в России он известен под названием «Плата» или «Апостольника», если речь идет о монахиних. Поэтому такое совмещение с одной стороны русской традиции, с другой стороны западной традиции, также характерно для Вячеслава Иванова. Что могло подвигнуть его сопоставить дом Балтрушайтисов, семью Балтрушайтисов с картинами ванейка и, в частности, с этим головным убором? Я покажу еще одну известную картину «Портрет 4.0 Финни», поскольку искусствоведы утверждают, что на ней, возможно, изображена также та же самая Маргаретта Ван Эйк и даже сопоставляют два этих портрета. А я к ним позволила себе добавить, к сожалению, плохого качества фотографии Марии Ивановны Балтрушайтис. И, по-моему, очень хорошо видны те же самые характерные черты. Высокий лук, острый подбородок, глаза устремленные прямо на собеседнику, очень внимательные, те самые суеверные темные глаза, которые упоминает Иванов. Так что, видимо, внешность Марии Ивановны дала ему возможность, ну, так или иначе, сопоставлять то, что происходит в этих очень загадочных полотнах ванейка, о которых, особенно «Портрет 4.0 Финни», о котором спор и продолжается по сегодняшний день, с женой Балтрушайтиса. Если мы посмотрим с вами на первый текст, то мне кажется, что стоит обратить внимание на его начало. «Забудуль», «Забудуль в роковые дни». Это начало «Забудуль», условная конструкция, достаточно популярна в применительных жанрах русского романса. Например, знаменитый роман с 1829 года на стихи Сергея Григорьевича Голицына. Музбин писал «Глинки», «Забуду ли я волшебство слов твоих» или стихотворение Николая Языкова «Забуду ли вас когда-нибудь», «Я вами созданный» или, с другой стороны, и совершенно другого, в другом контексте, уже не романс, стихотворение Рылеева «Я ль буду в роковое время позорить гражданина Санг», во всех этих текстах условная конструкция обязательно предполагает некий обет. «В случае Голицыной Глинки», «Чтоб за тебя я пал в бою сражениями», «В случае Языкова мне песни первые внушили», «Мне светлые указали путь» и «Сердце биться научили». Ну и такая же ситуация обстоит, конечно же, и с текстом Рылеева. Есть, правда, и другой текст, уже не романсного и не гражданского плана. Это псалом на реках Вавилонска с его знаменитым «Забуду ли тебя Иерусалим». И, возможно, что объединение всех этих начал романсного, медитативного, гражданского и контекста священного текста так или иначе заставило Иванова начать это стихотворение таким образом. Как видим, «Забудуль» соединяется с идеей обета, точно так же, как и в приведенных ранее примерах. Теперь возникает вопрос, о чём именно идёт речь, когда постулируется момент забывания, отсутствия памяти в этом тексте. «Забудуль гостеприимные огни». Гостеприимные огни, конечно же, напоминают нам о вечерних огнях хетовских, но ещё более они в контексте ван-эйковских картин напоминают нам об этой знаменитой люстре в портрете «Четы Арнольфини». Люстра с одной горящей свечой, которая символизирует присутствие Христа рядом с молодой парой. Здесь же, на этой картине, мы видим и руку, поднятую в жесте клятвы, и идея Ревнопановского о том, что речь идет, возможно, о свадебной клятве, мне кажется, как и другим искусловедам, малосостоятельной, поскольку именно правая рука поднимается в этом жесте клятвы. И если мы опять сейчас вернёмся к тексту, о какой клятве идёт речь? Что должно составить содержание этого обета? И здесь, мне кажется, стоит обратить внимание на значимую рифму. Лето – поэта, это – обета. Стихотворение Иванова «Вечные дары», также основано на рифме, связанной со словом «Лето». Безгучно плещущими летами Бог разградил свои миры, но сердце вечными приметами хранили вечные дары. Вот об этих вечных приметах и идёт речь в этом тексте, о каких-то ретах забвения, которые разделяют погрязших в бракоубийственной войне мир и который должен быть объединён в этой теме мистического символического брака. Отсюда и обет «Спасённых на одном челне», поскольку в том же самом стихотворении «Вечные дары» упоминается Шиллеровско-Жуковский «Челночайня», на котором должна прибыть любовь, как в стихотворении «Хайны Нахтыщепарт», переведённом Соловьёвым под названием «Ночное плавание». Любовь, объединяющая этот дом, любовь, зажигающая свечи, должна его оберегать от апокалиптической вселенской грозы, поскольку это просто-таки непосредственная цитата из «Апокалипс» «Вселенская гроза» семью громами из «Далечья» заговорила. И, конечно же, нужно обносить дом образами, противопоставляя память от фольклорной, православной традиции, вот этому нашествию немецкому, германскому, которое грозит уничтожить здесь всё наследие. Если мы обратимся к... Мне кажется, что стоит обратиться к этой картине «Портрет черпиарного Фини» ещё раз, поскольку речь идёт не только о Четебалтрушайтесе, не только о Юргесе и Марии Ивановне, но здесь присутствует слово «мы». Мы вместе зажигали свечи. На картине, как мы знаем, есть вот это зеркало, причём это особое зеркало без изъяна, в раме с медальонами, на которых изображены страсти Христовы, и в отражении мы видим заходящую чету. В Покровском наоке летом 2014 года, как следует из многих мемуарных источников, в том числе и из воспоминаний, из переписки Пастерната, гостили многие. Но, конечно же, Иванов имеет в виду не только себя с верой, но, очевидно, и так или иначе, Лидию Дмитриевну, поскольку вся вот эта семейная связь, вся та семейная традиция мистических связей и отношений, мистического брака, как-то входит сюда, помещается внутрь этого текста. И я позволила себе сравнить портрет Арнольфини с фотографической карточкой Балтрушайтиса. Как мы видим, сходство очень небольшое. Но если мы сопоставим этот же самый портрет с фотографией Иванова, сделанной на год позже, то мы увидим это сходство. И если привести сюда портрет Иванова, написанный Николаем Ульяновым, еще через пять лет, то это сходство будет только все более и более проявляться. Вполне возможно, что не портрет Маргареты Фоннэй, а именно вот это сходство с персонажем художника как-то инспирировало Иванова на создание этого текста. Во всяком случае, как бы то ни было, вот это присутствие Иванова, каплилического субъекта, внутри, посвящения Балтрушайтису. Присутствие его прошлой, влящейся жизни, этот континуум, объединяющий их жизни, становится концептом этого цикла. Поэтому во втором стихотворении момент зрения, я вижу момент, который очень важен для Иванова и который он определяет в одном из, во многих, вернее, его стихотворений словом саглидатой, саглидатой в значении идальством. Человек, который рассматривает, наблюдает, считает, сочетает, разведает, многократно им использовалось точно так же, как и рядом с этим словом появлялись образы ловца, ловца-человеков и сеятелей, например, в стихотворении поэтическом послании Хлебникову «Подстерегатель». Это стихотворение уже практически полностью в плане своей семантической композиции и тех перпендикуляров, которые здесь являются основой сюжета, отсылает нас к портрету черты Арнольфини. Вот, посмотрите, колонны, балкон, стол вечеря и, конечно же, на вечере должно быть должно быть блюдо с рыбой как таким христианским символом, с налимом сладостным, подарком рыболова, собрату рыбарей и сеятелей слова. И вот в этом пространстве, я на секундочку вернусь к портрету черты Арнольфини, здесь вся композиция, как утверждают исследователи, основаны на вот этих вот перпендикулярах, перпендикулярах и параллели к ним. Эти же самые перпендикуляры в тексте второго стихотворения предполагают взгляд на них, взгляд из-за реки, то есть посмотреть целиком и полностью на весь открывающийся вид с этой усадьбой Петровского. И вся вторая часть стихотворения как раз основана на взгляде, на создании этого перпендикуляра с другой стороны реки. Взгляд рассказчика перемещается здесь для того, чтобы нарисовать в результате на фоне этого пейзажа его собственный портрет Марии Ивановны Болтрушайцев, возникающий на фоне органного голоса ее мужа, на фоне звучащих стихов. и она возникает здесь одновременно, как возможно, еще на одной из картин Ванейка Мадонна Канцлера Ролена возникает образ Богоматери на фоне этих же самых колонн, и мы видим здесь человека в красном тюрбане самого художника, но, конечно же, Иванов создает еще параллельно и образ иконы неугасимый цвет, упоминанием красной гузины, зелени дубов, на фоне которой возникает вот как раз портрет Марии Ивановны Болтрушайцев. Таким образом, мы видим, как в этом цикле Иванов создает такой континуум, о котором я уже сказала, продолжительности длящегося момента не просто семейного портрета, не просто в семейном портрете, но длящегося момента аллегории вот этого мистического брака их союза и церкви. Проекции, различные проекции этого брака как на семью Болтрушайтиса, так и на семью Иванова. И если бы было время, можно было еще, наверное, задуматься о неизменности этого состояния, поскольку Шопенгауэр утверждает, что изменение положения в пространстве изменяет самого человека, изменяет индивидуума и тех, кто окружает их. Здесь Иванов подчеркивает как раз неизменность этих отношений и очень интересно в этом плане, что этот цикл является продолжением цикла «Нааке перед войной», три стихотворения которого были созданы в 2014 году, а одно стихотворение последнее было дописано Иванову в 1937 году. И начиная со сборника «Свет вечерний», два этих цикла печатаются один за другим. Таким образом, образ Петровского «Нааке» и образ мистического брака семьи Бултушайтисов у нас соединяются с жизнью русской усадьбы, с тем самым ушедшим русским пейзажем, о котором пишет Иванов многократно уже в других текстах и прежде всего в последнем стихотворном сборнике «Римский дневник». Спасибо большое. У меня есть короткий вопрос, если позволите. Благодарю вас, Лена Михайловна. Не кажется ли вам, что триптих Бултушайтиса 1918 года Вячеславу Иванову в Красной Поляне является лирическим посланием ответом на диптих Петровской Наги? Да, конечно, я совершенно уверена в этом, и я думаю, что это не только ответ, но, видимо, это их спор, потому что, как мы знаем, Бултушайтис не был доволен до конца тем, что Иванов написал о нем для сборника Венгерова. И в частности, более позднее время, как раз момент мистики и мистицизма Бултушайтиса наспаривался, поэтому, наверное, стоит рассматривать эти послания вместе. Но мне кажется, что вот эти два текста, этот маленький цикл Иванова, до сих пор как-то не очень подвергавшийся, насколько я знаю, анализу, заслуживает очень, очень большое внимание. Несомненно, несомненно. И, если позволите, я хочу добавить, что облик поэта Бултушайтиса возникает в стихах Вячеслава Иванова в песне о певце в лабиринте. Это песня из лабиринта. Там такой латентный образ, который возходит к нескольким таким четким символам земных ступеней, тексты, которые не в книге даже собраны, а которые публиковались на страницах периодических периодических печатей и такими циклами выходили. Благодарю вас еще раз. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!